Не стоят в привычных позициях дефа, а они сразу как-то поджались в бойнице во дворы. Ребята думают, что возможно это будет деф на кадже или не, и от кунг-фу как-то было такое уже, но нет, нет. Кунг-фу взяли же дефа. Кунг-фу берут, да, берут дефа и сейчас активно проходят сотка, активно проходят S3, активно проходят. Все летят прям. Вот прям неплохо так, вот как будто ребята узнали информацию, всю штуку как есть, и сейчас вот проходят просто очень активно. И в принципе никого не оставляют сзади на деф-базах. И вот тут с третьего сразу, первый же дает blind, скорее всего это был, да, это был blind, он просто разбивает заборчик, чтобы было виднее, и легче прострелить, выцелить кто-нибудь. Ну и вот. Ну вот как-то вот интересно. Вот сейчас вот трактор просто из команды NoNameNoPlay сейчас вот помогает и сам третьим из команды кунг-фу, разбивая заборчики в деф-базах позициях. Но все-таки это попытка сделать пользу и своей команде, скорее всего. Ну, скорее всего, да. Ну, в принципе, он же, скорее всего, просветил этих двух троек, да и ребята уже знают, что троеки находятся на ЖД, потому что был тут такой blind в сторону дворика первого, где броницы у нас находятся. Ну и сейчас посмотрим, что придумают команды. Сейчас пока что они в таком просто разделили половинку тоже карты. И сейчас вот что-то, наверное, возможно, если перетянут Т-шечку, которая сейчас находится в городе, команда кунг-фу, сейчас можно сыграть даже захватом. Сотка здесь на месте, Т-шечка одна тоже здесь на месте. Вот не хватает одной Т-шечки, чтобы войти на захват и так же сделать, как сделали это Сиво. Сиво красиво у нас сделали захват такой через ЖД, да, ну, контрилет. Да, да, сейчас они находятся в таких позициях, что или как-то заходить с другой стороны, или, да, как-то думать о захвате. Других действий пока я не вижу вообще. Да. Позиции заняты, все смотрят в определенных направлениях, все ждут, но ни одна команда не хочет пока что-то придумать, что-то, ну, как-то перетянутся. Хотя, да, хотя еще времени достаточно, возможно, все это обсуждается сейчас. И вот, вот, 50-100 едет вперед. Вот, ну, так, слегка подъехал вперед, возможно, это попытка убить Т-1. Блайнды идут, но пока они бесполезны. Да, из-за того, как-то... Сотка подъехала поближе, Т-1, по-моему, тоже перетягивается ближе, а вот второй Т-1 контролит, чтобы вдруг никто не приехал из соперников в город. Через город, но захват базы, чтобы такого не случилось. Ну, и что? Что будет? 2 минуты 50 секунд у нас осталось до конца этого раунда. Что-то мне пока подсказывает по вот этой пассивности, что может быть и второй раунд точно. Но хотя время еще есть, время есть еще, чтобы убить много танков, большое количество, Т-1 пытается встать на захват, но здесь есть Т-шка, которая контролит его, и может сейчас... Да, вот так вот, аж просто перекрестный огонь получился. Стреляли Т-1. Захватом не пройдет сейчас. Я вот сейчас вот находился в чате тут Твича, да, там, раздавал информацию, все. Слушал, как ты у нас тут комментируешь, думал, ну, вот сейчас я войду, и прям тут какой-экшон будет. Вот, да, пока что забрали только, да, у кунг-фу Т-шечку. Пока только ты первый, пока только по вагонам, ну, и возвращаются кунг-фу сейчас у нас ближе к своей базе. Напоминаем вам, что у нас в регламенте прописано, убиваешь два вагона и автоматически выигрывает команда. Разгружаешь два вагона с углем и получаешь 300 голды. Да. Ну, попробуй разгрузи их еще. Да вот именно вот такой регламент нужно ставить по данному сейчас бою. Да, все тихо, все бездейственно, ну, и скучно. Ну, и вот мы видим перетяжку сейчас от кунг-фу, и они будут, скорее всего, сейчас входить просто по дворам, входить и как-то выкуривать этот деф. Ну, вот сейчас вот как раз-таки, если ребята сейчас раньше времени не засекут технику... Ну, и минута уже пошла, уже меньше минуты... Ну, и активно все-таки проходят, проходят кунг-фу, и сейчас, скорее всего, сейчас будет какой-то брызг. Потеряют ты первого, скорее всего. 40 секунд на куслив. Есть урон от трактора, сотка заходит, заходит. Есть, минус Т1, еще вот так вот, трактора БК. Ну, вот сейчас посмотрим, сейчас сотка влетает просто на верхнюю больницу, и сейчас дает урон по Т3, ну, вот, как-то странно. Она отдала урон, а из 3 каким-то образом загуслившись успел выехать. 15 секунд, 15 секунд, и сейчас... Ну, можно же добрать какой-нибудь 1-8. Нет, не рискнули ребята, они пошли, не стали рисковать, и подумали, что второй раунд будет. Я вот прям как пробанговал изначально, что у нас будет второй раунд на Картенск, потому что это именно эта карта. Это именно Киньер, спортивная классная карта. Да, вот по-разному она играет, со разными коллективами. Посмотрим. К чему это вообще может привести? Такая у нас классная игра, и мы сейчас наблюдаем, вот я сейчас, по крайней мере, наблюдаю за уроном. Там у нас L-трактор сейчас нанес 23 урона. Аниматор на сотки из команды NoNamePlay нанес 207 урона, тем самым выбрал двух пиршечек. Ну и команда у нас кунг-фу, коллада и перфекционист нанесли по 282 и по 130 урона. В принципе, небогатый бой на урон получился на Н-ске. Ну и сейчас мы посмотрим второй раунд смены респаунов, и сейчас посмотрим, задействованный команд, что получится у нас. Ну а пока у нас есть еще 20 секунд, я хочу сказать, что GiveWay с Анархией сыграли. Анархия прошли дальше, Варанс с Gentleman Gaming тоже сыграли, и Gentleman Gaming также прошли дальше. То есть Анархия и Gentleman Gaming встречаются в полуфинале, пара уже определена, ребята уже продвинули, они уже могут начать играть. Ну и мы ждем, кто в этой паре у нас сейчас продвинется к команде TIP и будет бороться в полуфинале за выход в финал. Ждем активной игры, ждем, чтобы второй раунд у нас был поинтересней, поактивней. И кто-то все-таки проиграл, а кто-то победил, кто-то показал свой скилл или, не знаю, тактику правильную. Ну, в общем, ждем, смотрим, надеемся на лучший бой на Н-ске. Да, очень хотелось бы сейчас именно все это решить, потому что мы до сих пор сидим в четвертьфинале, а уже пора играть в полуфинал и переходить плавно к финалам. Да, потому что уже все решено, в принципе, в полуфинальных матчах. ТИБы сейчас дождутся коллективу из вот этой пары, которую сейчас мы видим, это No No Play и Kung Fu и Live. А вот Анархий и Gentleman Gaming, там мы этот матч, к сожалению, не застанем уже, по-любому, потому что ребята уже, скорее всего, играют. Не скорее всего, они уже играют. Ну, и мы, скорее всего, в следующий матч будем смотреть это от Сибы и вот. Сибы и кто-то из нашей пары, да. Кто-то из нашей пары, да. Посмотрим, что у нас там. Вообще, вот какие-то интересные разъезды. Сутки у нас решили задефаться на ноле. Первый далеко от базы не ушел, а вот сутки ушли очень далеко от базы. И сейчас посмотрим, вот сейчас вот команда No Name No Play интересно продвигаются сейчас сотки. Сейчас могут попасть в такую некую засаду, если они так и будут дальше нагло ехать. Не могу больше ничего сказать, как только смотрим за развитием событий и смотрим, как, наверное, сейчас будет аниматор выхватывать просто двух соток сразу. Потому что очень близко он уже подобрался. Да-да-да, я тебя прекрасно слышал, но я уже хочу посмотреть на урон, потому что сейчас сотки просто пока не видят аниматора, они зацелены в другую сторону. Но вот только сейчас он засветился и получает первый шот. Надо соткам. Надо сейчас просто есть прострел уже у них. И надо просто... Ну, можно было попробовать поставить на гуслю, прострелить. И вот сейчас он подставится? Нет. Можно было ломать домики, и они простреливаются. Вот сейчас он подставится и сейчас будет... Он уже много раз практически подставился, но почему-то сотки не хотят стрелять. Хотя был такой шанс. Был шанс. Чего-то ждут. Да, вот эта смерть меня сейчас заставила замолчать, потому что она была просто мгновенной. Действительно, быстро его собрали. Ну и сейчас сотки. Вот для чего нужны здесь были. Сейчас прекрасно увидели, что команда NoNameNoPlay вернулась обратно на деф своей базы. И сотки вот сейчас выехали из нуля. И сейчас будут как-то поджимать своего соперника, зная, что у него сейчас барабаня возможно. Но на ЖД-то всего лишь один из третий, и можно тоже ведь давить. Вперед, тройки вперед, сотка сзади. И все, поехали раздавать. Вот так, БК. Да, даже посчитала информацию у команды Пульфу и Лайф. И сейчас надо что-то предпринимать. Людям, которые сейчас стоят на ЖД, ну, да, вот предпринимают. Они сейчас действия активные, и подумав, поехали два из этих. Они сейчас проедут по ЖД, сотка сейчас поможет своим товарищам, соткам на зелени. И сейчас будут как-то закрывать команду NoNayNoPlay. Ну, посмотрим, что придумают, что сделают кунг-фу. Понятно, что NoNayNoPlay будут как-то отбиваться. Профекционист просел уже. Да, дважды просел. Кала проседает. Еще Кала проседает. И еще проседает. Вот это да, ну, неплохо. Неплохо, очень неплохой фокус. Хорошие прострелы сейчас. Горшок, по-моему, сейчас доберут. Ну, такой ник у человека, извиняюсь, конечно. Да, добрали. Сейчас доберутся, да. И добирали тоже Каладу. Ну, и сейчас сотку, если третий доберут. Да, Калада, я Кала, извиняюсь. Да. Ну, и сейчас посмотрим, смогут ли что-то придумать. Да, смогут, скорее всего. Сейчас, если третий пока раздадут урон, пока оттанчат. Вот это все уже приедет сзади сотка, перфекционисты сейчас просто будет накидывать. Можно добирать из сот третьего, можно добирать сотку, барабана хватит, спокойно, добрали 50-100. Минус сотка, минус из третий. Сейчас будет у нас... Почти. Почти минус из третий, 54 хиппоинта ему оставили, добрали, сотку тоже. Отлично, просто отлично сыграли кунг-фу лайф, все-таки все третий вовремя приехали, вовремя выстояли, вытанчили урон и сотка очень классно зашла в форму и просто раздала свой барабан. Вот так, еще и по своим урон дают. Это, наверное, был такой пинок вперед, давай быстрее едь и забирай уже ты первый, закончим тот бой и пойдем в полуфинал. Наверное, так это было. Возможно, как-то за фрейлером, может быть, из третий. Ну, сейчас вот просто сотки, ничего, никакого труда не составит, просто приехать и сбить. Захват с Т1. Вот так вот. Что сейчас делает 50-100? Он дал шанс набить урон ты первому? Дал шанс набить урон ты первому, да. Ну и команда кунг-фу и лайф у нас законно, законно выходит по регламенту. Полуфинал и сыграет с командой ТСИП. Ну, попросим, наверное, сейчас быстренько в чате команду кунг-фу, чтобы они нас не покидали. Ну, они покидают нас. Уже убегают. Ждем, ждем еще приглашений. Ждем уже полуфинального боя. Полуфинальной встречи. Ну, я вот не успел написать ребятам, что мы ждем от них сейчас сразу приглашения. Ну, раз не успел, то я предлагаю сделать еще перерыв. Ну, он тоже будет совсем короткий, наверное. Ну, пока ждем, пока ждем новых приглашений. Пока отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 сто седьмом уже копейки как и что будет игорь и говорили и это как пенс вот цена просто печаль ну финальная карта как пенсии мтп просто у меня нет слов встречается у нас он финале и команда она по сетапам я просто можно без комментариев потому что это 302.3 2.1 зеркальный стап абсолютно что еще может быть на энске интересного ну и по разъезду команд одна команда у нас становится в дэв что привычно с верхней базы ну и вторая уходит на зерний и сейчас посмотрим что придумают ребята мне интересно в первую очередь понаблюдать за командой анарки потому что она ну нереально сильную игру показала до финала дошла поэтому я вот прям к ней перелетаю и смотрю что она будет делать как она будет себя вести что покажет я хочу что-то новое интересного классного и не похожего на то что обычно мы с вами видим согласен с тобой и вот сейчас вот я просто что я делаю а я просто сейчас слежу за одним интересным игроком который большинство людей знают кто просматривает ютуб ну а я пока смотрю за ты первым и двумя тройками которые очень так неплохо смело идут и сотки уже дают урон и второй и третий вот так вот перфекционист неплохо поиграл забирать просто на шотную тройку двух ты первых добрали трех ты первых добрали четвертого пока не нашли потому что он засевленный вот так вот 50 100 добрали и льется простой урон и это хорошо это радует мы ждали от нска что что то будет долгое нудное но нет тройки так приехали две тройки по жт и начался экшен там и сотки сейчас подтягиваются и тоже будет интересно а я щас пессимистом буду сейчас ребята просто развернутся разменяли технику так пусть уходят тогда тройки на захват вперед ну вот ну сотки что у команды кунг-фу что у команды анархии пока не хотят ни тени другого пока в ожидании в ожидании своего часа сейчас ну не часа но свои минуты точно может секунды да не надо нам говорить про часы и что я тоже я тоже как-то вот сейчас вот подумал думаю сейчас вот ляпнул час и вот если я еще час здесь буду сидеть и наблюдать то я умру точно с голода не об этом сейчас просто просто поставим музыку и и как бы будем присутствовать мысленно здесь ну ну и что я и говорил пока да то что ребята обменяли с техникой просто сейчас будут как то по-другому разыгрывать это все но я хочу сказать что вот у нас в матче третье место играться не будет я вот это подсмотрел уже не будет играть или там как-то тб вообще не будет играться не хочет одна из команд играть возможно вторая тоже главная инфа в том что в матче третье место не играется там все места распределятся я так понял автоматически какая не согласилась та четвертая какая хотела и ждала та третья да очень просто ну и команда анархии отступила назад я решила подпишись ураганом андоте хитроу все таки поехала немного вперед искать этих троек которых уже нету там не ждала переехали с одной стороны если так посмотреть то у команды анархии наоборот можно что не придумать потому что шутная сотка сейчас у команды кунг-фу и просто можно ее добирать двух цешек то уже нету и выигрывать по сумме восьми очков подчеркнуть вот сейчас вот активные дети мы смотрим за кунг-фу вот смотрим за встречи на зелени двух команд каково это будет и чем обернется без света без света они прошли только сейчас скорее всего засветились до сих пор до сих пор но как то смело они проходят ну вот мы пытаемся но я делаю желает того что они сейчас улори отработали две команды но сейчас из-за третьего тоже заберут спокойно легко и и вот сейчас так и не принадлежит атаку на суток летящей походкой ой-ой-ой ибо аннигилятор уже работают и работают неплохо и вот тоже добрались спокойно кунг-фу просто просто кунг-фу рулит у кунг-фу они показали свою кунг-фу и в кунг-фу сильнее если вот так уж от названия команды играть минус лаки рашер пятьдесят пять секунд ты первый рядом ты первого заметили поздравляю команду кунг-фу поздравляю тех кто оставил поздравляю тех кто выиграл приходите еще выигрывать еще и кунг-фу сегодня сильнейший просто первое место за ними с победой ребят да они прошли хорошую сетку сильных соперников и не зря оказались в финале и да кунг-фу занимает первое место второе место занимает у нас команда анархи а мы вынуждены с вами прощаться до до завтра мы прощаемся с вами до завтра не так уж долго нас не будет да до завтра это точно ну всем до встречи до свидания пока